Холло Амигос, Клэр и Мурло продолжают ёрзать прокладками в Revelations 2. Я продолжаю пытаться подружиться с жуйстиком в шутерах, но вдруг пригодится, вдруг всё-таки когда-нибудь я слуплю себе эту чёртову консоль и буду резаться во всё подряд уже на джойстике. Собственно, перед игрой зашёл в очередной раз раскидать перки, в очередной раз понял, что перки в этой игре это, блин, тема просто для отдельного разговора, потому что тупость скиллов здесь невообразимая. То есть я читаю и понимаю, что игра пытается заставить меня как можно чаще переключать персонажа, приседать и менять оружие, потому что скиллы после каждого такого действия увеличивают вашу огневую мощь, ещё что-то, ещё что-то, то есть щёлкай как можно чаще, приседай, стреляй там, чё-то делай. Там, ну, не знаю, помните ли вы или нет, а типа после приседания там персонаж на какое-то время становится невыязвимым, да, вот вообще. То есть скилл настолько, блин, даже, я не знаю, сегой просто запахло или дэнди даже. То есть фантазии хватило только на такие перки, поэтому возникает вопрос, зачем их было делать вообще в этой игре, для чего? О, чтобы она была больше похожа на... О, эй, чтобы она была больше на Evil Within, блин, похоже, что ли. Или на шестую резьбу. Опять, опять, опять не загорается. Кнопка, видите, как долго надо пристраиваться к рычагу, чтобы нажать на джойстике эту... На клаве, мне кажется, такой фигни нет. Ага, утопленники стали. И чё? Интересно, тут есть, как в шестой резьбе, быстрый выстрел автоматически, то есть на две кнопки там нажимал, и персонаж сам выстреливал в сторону врага. В принципе, довольно метко, если бой был ближний. Куда-то в ухо я, по-моему, послал ему. Патрон. О-оу! О, вот это вообще было жесть. Классно. А-а-а, ёжик! Ёжик, где ты? О, она протёрла мне глаза. Боже, она не такая бесполезная, как я думал. Нет, из-за этой гейской пукалки я его не убью. Когда выходит большой дядя, время... Настаёт время больших пушек. То есть здесь это уже не заместительная терапия, это уже необходимость. Да, как и не лечился я из-за этого дерьма. Вот опять же, если у меня персонаж, помощник вообще не помогает, как я могу воевать на два фронта? И вперёд, и назад смотреть всё там. На грани безумия иногда это то, чего хочет от меня игра. Так, вроде дробовика накопилось приличное количество. Вспоминая все эти игры, шутаны, в которые, знаете, я играл в своей жизни, постоянно была вот эта тема, что хорошую пушку ты экономишь на босса, там, стреляешь из всякого говна. Но были также такие игры, где, ну, они начались, как бы, по-моему, с Dead Space, вроде как. Когда ты стреляешь из того оружия, которого у тебя накопилось больше, в это время купится оружие того, которого у тебя поменьше. Так, это что-то торчит, но это не человек. Опа! Это Мойра-то с таким звуком из воды вышла, что ли? Мойра-мойра, блин. Так, тут ни хера. Ну, это для Натальи. Ни Мойра, ни Клэр сюда не... А, нет. Присеть же, может, дождите. Да-да-да. Нет, не тебе. Смотрите, Мойру два раза ударили. И она же ничего под речком. Также есть перк. Прикажите Барри или Клэр, ну, прикажите, играя за второго персонажа, стрелять им из этого оружия, и они не будут тратить боеприпасы. Но мощность будет очень низкая. А вот в пятом резиденте, а также всех остальных нормальных резидентах, камни ножом можно было выбивать, чтобы не портить статистику по точности. Здесь о таком и не слышали. Вот. Но если бы я знал, как им можно приказать стрелять из чего-либо, я бы, конечно, прокачал этот перк, но я что-то даже... Даже примерно не знаю, что там за чудо управления. На джойстике не так много кнопок, я бы хоть раз да случайно ее задел. Так. И здесь снова дым, и снова, значит, лаги. Дым и туман в этой игре удались как нельзя просто удачнее. Я в последний раз видел такую чудовищную просадку FPS-ов на моментах с дымом в метро 2033. До переиздания. По-моему, я это говорю. А, так, они играли здесь в этого... В Робин Гуда на мосту, походу, или как там? Ну, где маленький Джон не давал ему пройти, надо было сталкивать друг друга в воду. Бичи победили. Ну, давай, скажи, что ты не сдох, приятель. Живучие ублюдки. К чему вообще эта ходьба вот по этим трубам над водой? Как будто там внизу крокодилы плавают. Я так понял, что... А, нет, это Клэр Толстожопая проломила. Надо было только Мойеру, наверное, отправить. Мойер, это у нас худышка. Да и Клэр, в общем-то, не такая корова. Там доска-то была, ептать. Ну, давай, давай. Вперед. Я тебя подтолкну даже. 21 век, видели, да? Шикарно. А лестницу, что, можно сбросить, что ли? Для кого? Для зомбаков. Если мы обе здесь. Теряюсь. Так, это вроде как уже предпоследняя. Предпоследний эпизод. Поэтому, видимо... Нормального автомата я уже не найду для этой парочки. Трактористки и доярочки, поэтому... А, заебись, блядь. И что я должен был сделать-то успеть? Я даже, блядь, мяу нахуй сказать не успел. А, ну теперь я понял, для чего я опустил лестницу. Ну что ж. Видимо, это... Это было неизбежно свалиться там. Я что-то не видел здесь в управлении комбинацию клавиш Д резкого разворота. Вот он. Он медленный. Он бы все равно успел рвануть, и я бы отлетел. Медаль этому разработчику нужно давать за такие моменты. И нахуй ты бежишь мне навстречусь, и ты видишь, что за мной гонятся, бля, ебанько. Давай постоим. Я тебе покажу, куда идти. Пойдем. А что это такое? А, здесь же пройти нельзя было. Видимо, при жизни этот зомби был чертовски херовым ассасином, потому что он исполнил прыжок сверху, но не долетел. Опять ракурс на ее стрижку сзади. Собственно, не пора ли уже куда-нибудь прийти и закончить игру за этих двух? Мадамочек. По-моему, давненько Resident Evil не был настолько темным и мрачным. Видимо, поэтому они написали, что это хоррор, что это возвращение к старым традициям, или как там... А, возвращение к классическому Resident Evil. Но классикой тут и не пахнет. Мы должны достигнуть к двери сейчас, да? Я думаю, что. Что это? Видимо, как огромное. Поэтому вся их самореклама, это пустые наговоры. Я надеюсь, что мы все равно сможем получить ее. Блядь, это собирательство пустых бутылок меня уже, честно, заебало. Я их не использую даже, мне лень. А они все валятся и валятся, эти взрывные бутылки, еще что-то, еще что-то, еще какие-то. Не работает, я хочу сказать, лб и смена. А, вон оно как. Я просто на джойстике даже не знаю, как его бросить, эту бутылку. Может, сейчас будет такой дикий замес, что мне все это понадобится. Под конец-то главы надо чем-то горошить. Так, что-то можно читать на этих хернях, да? Или чего? Блядь, капитан фонарик светит куда угодно только. И что? 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 Я что-то... Что-то шелестит где-то, но я не понимаю, что. О, боже. Так, панигирик моим братьям. Не знаю, что такое панигирик. Мы последовали за госпожой на остров, который называла номер 46-й. Наши старания принесли острову процветания. Еще мы пришли помочь госпоже достичь цели перерождения. Вы блестяще выполнили свои задачи, в том числе последнюю задачу дать госпоже данной ценой своей жизни. Нас связывает служение госпоже. Вы для меня коллеги и друзья. Я помогу госпоже завершить дело, которое все мы начали. Я и даю слово. Ваши жертвы не напрасны. Покойтесь с миром. Охуеть. Могу только это сказать. Так, что это у меня накопилось столько много патронов для меня. Так, очевидно, что здесь какой-то секрет. И очевидно, что этот секрет неадекватный, видимо. Так. Очередная записюлька. Освободите наших верных товарищей. Если желаете знать истинную, поклянитесь в верности по очереди. Только тогда вы сможете сбросить оковы греха. Во-первых, вы всегда были глупы. Потому что у вас не будет могилы. Потому у вас не будет могилы. Во-вторых, вы будете носить свои лица на спинах. В-третьих, вы построитесь по трое позади четвертого. А в-третьих, вы потеряете головы. Нихуя себе. Что за чушь? Я свет во тьме, дозорный на стене. Что-то напомнило. Все-таки, видимо, ничего не надо делать с этими могилами. Можно пройти и так. Хотя черт узнает. Может, там какой-нибудь арбалет зла можно было добыть. В первой части резьбы, вон, в могиле Магнум спрятать догадались. Что за ковбоя там похоронили, интересно. Ёптель. Это двигается, да? Нет. Снова дымок, снова лаги. Отлично. Следов твоего парня, видать. Ха-ха. Подъебочка. Нил Армстронг, бесстрашный космонавт. Истер basket. . То есть она типа намекает на то, что на то, что Нил связан с этой бобенкой горбатой, да, которая местный корень зла. Так, вижу, что баллоны внутри, но вряд ли. Вряд ли они взрываются. Я вот за всю игру пока только одну бочку взрывающуюся видел. Так. Здесь есть верстак. Что это? А, журнальчик. Эта листья... Нил имела в партии. Бертон, Чавес, Редфилд. В нем наши имена. Да, Нил паскудный. Что-то, походу. И она сразу узнала, сразу поняла, что он предал Террасейф. Она дерьмовая актриса, сразу видно. А вот и Нил, да? Эй, Нил, чтобы у тебя член сгнил. Все. Теперь за Барри. Это был выстрел из глушителя. А, она в него шприцом шмальнула. Шавка. Я знаю, что ты был пупец Лансдейл. Когда Велкро високировал Террагрегия паника 7 лет назад, ФБЦ был выстрелом. Мой человек пошел, но он был умный, чтобы поднимать торчь, пока что он сделал. Ты играл мне? Потому что ты был виноват. Ты думаешь, что ты мог бы создать новую террористскую для того, чтобы исправить ФБЦ. Монстр, как ты, никогда не понимаешь. Еще одну аналогию с фильмом Пила захотелось провести на этот раз в плане сюжета. Дело в том, что части Пилы, начиная, наверное, с третьей или четвертой, они начали выпускаться, типа, приквел-приквел-приквел, а там сиквел-сиквел, а что-то хрен поймешь чего. То есть, там начали просто буквально высасывать какие-то эпизоды и фрагменты, там, впутывать людей второй раз, которые были там когда-то в сериале. Даже если они просто мелькнули, они появлялись в фильме снова, становились корнем зла. И здесь тоже что-то вспомнили про какой-то инцидент 7 лет назад, что-то там по повестке, что-то, блядь, высасывают. Просто какая-то, не знаю, насос какой-то по высасыванию с пальцев сюжета работает. Стюарт, вот, список сотрудников Террасейфина и более подходящие для этого раунда испытания. Все они сталкивались с биотерроризмом и вирусом. Психологическую проверку прошли прекрасно. Сталкивались с неописуемыми ужасами и уцелели, что указывает на хорошую устойчивость к эмоциональным травмам. Номер 06 не сталкивалась непосредственно с биотерактами, но показала хорошие результаты и поэтому внесена в список. С учетом вышесказанного, думаю, это вполне хороший кандидат. И не сомневаюсь, ты согласишься. Теперь все в твоих руках. Если что-то понадобится, я буду рядом. Фишер Нил. А, Нил возглавил этот список. Список кандидатов Нила. Первый Нил. Класс. Рэдфилд Клэр, Чавес Гэбрил, Фоули Джина. 05 вычеркнуто. Бертон Мойра, Фернандес Педро. Вычеркнуто. Корда Наталья. А Корда Наталья это та, которая сталкивалась с биотерроризмом или которая не сталкивалась? Это же девочка, маленькая Наталья. Я думал, что Мойра не сталкивалась. Ну ладно. Томпсон Эдвард. Эдвард, руки Томпсона. Автоматы. Так. Забираем. Забираем. Я думал, что на этом экране мы какое-то кино посмотрим, но никакого кино... Кина не будет, к сожалению. Мощный выстрел. Уровень 1. Простое попадание. Прямо вот прочитал, как сразу понял, о чем речь. Ну и что это дает-то? Увеличивает область поражения пули. Не понял. Ладно. Получить мощный выстрел. Удерживает кнопку для стрельбой активации. Ну это точно в пистолет. Увеличивает область поражения пули. Хуй знает. Может, дробовик. Чушь какая-то, по-моему. Что-то прям здесь... Писем больше, чем, блядь, на почте. В этой комнате. Письма моим соотечественникам. Это, видимо, Ленин пишет, да, блин? Из изгнания. Коллеги провинции. Наконец-то, товарищи, пришло время. Все идет так, как я и говорил. Осталось только ей выполнить свои обязательства. А потом я смогу завершить то, что мы начали 7 лет назад. Чтобы изменить мир, мне нужен лишь один маленький броневик, на который я смогу залезть и протянуть руку в сторону куда-нибудь. Но мир уже меняется. И не в лучшую сторону. Доказательство тому недавний инцидент в Африке. Товарищи, это безумие будет повторяться, пока не останется лишь трагедия отчаяния. Миру нужен тот, кто возьмет на себя руководство партией и станет проводником в это стрёмное время. Конечно же, Лэнс Дейл был прав за то, что он хотел сделать на серой земле. Люди называют его негодяем, а он герой. Он пытался нас спасти. Как и вы, я это понял. Я во что бы то ни стало воплощу его идею в жизнь. Он один видел, что нужны жертвы, что на них можно будет построить что-то хорошее, даже если для этого пройдётся иметь дело с самой зьяволицей. Как обычно. А, знаете, чем в игре больше текстовых файлов, тем меньше в них смысла, по-моему. Всё? Больше тут делать нечего? Ну ладно. Так, а как работает сильный выстрел? Понятно. Того и гляди, пистолет в руках лопнет просто. О! Нил приехал, наверное. А, это за нами. К чёрту лестницы. Срежем. Цок-цок-цок, ну. Они даже, знаете, в этих костюмах они даже не накрашенные какие-то, а в том прям такие. Хотя, я думаю, косметика к костюму не прилагается, просто они... Выглядят не так ярко. Нил сразу бросился её валить на затылок, чтобы вдуть последний раз в жизни. Нил! Я сделал, что я думал, что было право. Это не было. Чувака назвали в честь реки в Египте, видимо. Отдай от меня! Сейчас он в Чупакабру превратится и будет, видимо, файтинг. Не берите в ФБЦ. Я потерял, мальчик! А-а-а! Он, 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 очередной босс на тему ожившего кишечника. Ураборос первый появляется, видимо. Да, Ураборос, вот он и сказал. Он увидел, как он бугрится мышцами и обрадовался. Нихера себе, мистер Олимпия, блять. Двойной бицепс сзади, пожалуйста. Вау, нихера себе, анимезис. Анимезис был ураборос? Вау, вот это горилла. Хуять можно. Гюнтер Шлирф Камп в роли Нила. Хе-хе. Надо новое голосование замутить. Кто кого, ураборос? Ой, этот. Ой, ёптвою мать. Мойра, Мойра, задержи его. Ему немножко всё похеру. О, божечки. Срать, срать. А, вот что надо делать, я понял, хорошо. То есть, кто сильнее, Устанак, Медис или Нил? Нет, я не могу их взрывать, заебись. Зато он может прыгать, сраный Тарзан. Ну, я понял, что надо бегать. Заставляю его поджигать самого себя. Приговаривая, зачем ты себя бьёшь. Мойра, это бесстрашная баба, это понятно. Ёпта. Я горю. Вон, грыжа вылезла, первая. Я думаю, что я смогу по ней попасть только из автомата. Он дёргается. Дёргается, бегает, прыгает. Фигня, что ещё делать? Где-то я видел ящики с патронами. Ящики-то в точь-точь, как в шестой резьбе. Прям скопировали и вставили. По-моему, силы не равны. Так, он потух, сука, падла. Я думал, а, здесь патроны остаются на месте ящиков. Нифига себе, ещё и для Драбашевского. Неглохо. Легче жить можно. Жаль только, что у меня нету зажигательных бутылок. Или есть? Бежим, бежим, бежим нахер отсюда. Почему он бегает за этой дурой, блядь? Я понимаю, что она молодая и стройная, наверное. Нет. Но. Теперь этой не повезло. Он бегает за компьютером, интеллектом. Почему-то сейчас у него ничего не вылезло. Видимо, после третий. Или что-то вообще надо заставить его всё взорвать. Ну, давай. Бесит то, что я не могу взрывать эти худни, когда он рядом уходит. Или могу, но сверху. Наверное, надо было, чтобы Мойера провоцировала внизу, а я... А вторая должна стрелять сверху. Нихуя себе. Ну, где ещё бочки-то? Обычно немножко лагов. Куда без этого? Сука-падла. На херасе? Бескультурщина вонючая. Да ёпта, ну хорош уже, заебал. Два раза подряд. Только теперь он загорелся, да? Да его хуй убьёшь. Перезарядка вовремя вообще. Заебись. Удача на моей стороне, блядь, безусловно, нахуй. Ну, давай, блядь, обезьяна, заебал уже реально, ублюдок, блядь, не порылый. Ну, конечно, блядь. Конечно, в игре, где такой уебанский спринт ещё, нахуй, заставить уворачиваться. А, тут есть кнопка у ворота, но я её не помню. На джойстике, по крайней мере. Он магнул у меня вообще, это я хуй узнаю, блядь, не босс, а дерьмо, блядь, какое-то, нахуй, кончено. Закинул меня, блядь, наверх, где ничего не взрывается, да? Нет, они вообще не взрываются. Только, только таранным способом, видимо. Я так понимаю, что надо подождать, пока он побежит тушиться и там у него стрелять. Он там стоит, ничего не делает. Это что такое? Рассадник глистов каких-то. Ну, давай. Не это, давай, давай, взрывай это говно. Может, заставить его вот это взорвать, блядь? Только если вместе со мной, наверное. Ну, или Мойра. Мойра снова нашла рецепт бессмертия, блядь. Ну, давай. Какой молодец. А сейчас ты не молодец. Если ты говно вонючая. Ну, ты должен уже орать, что ты горишь. Блядь. А, я просто хочу заметить, что больше, по-моему, нету баллонов взрывающихся, нихуя. А, вот он. А, вот он еще и насрал здесь своими, блядь, хуйнюшками. Ну, все, пизда, теперь точно. Бочек нет. Ничего нет, блядь. Взрывать нехуй. Да, блядь. Немножко, нахуй, загадочный босс, блядь. Как и, блядь, загадочная логика, нахуй, разработчика еблана. Ну, что теперь я должен делать? А, просто от пуль тоже у него геморрой вылез, да? А, как вылез, так и залез, блядь. Ну, где ты, уебище? Да. К тому, что магнум твой вообще ничто, хуй привыкнешь. Что ж, последняя аптечка, видимо, и сейчас предстоит еще одна, скорее всего, попытка, блядь, сразиться с этим пидорасом. У него что-то много мимики, я не понимаю, когда у него грыжа вылезает, а когда он, блядь, кинется меня бить. Она его даже, смотри, даже Мойра уже у гвоздодером пиздит, как ей надоело тут торчать. О, ну-ка, попробуем-ка, сильный выстрел. Ну-ка, попробовали. Да я просто хуй его знает, блядь. Заебало. Я не понимаю, как в этой игре с ним браться, блядь. Я не могу на джойстике, блядь, уворачиваться, целиться, блядь, одновременно все это делать. Ненавижу игры, где нету шкалы жизни у босса, блядь. Я не понимаю, наношу я дамаг, не наношу, что происходит, блядь. Да, 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 я, блядь, сам собирался сделать то же самое, вы не поверите. Хорошо. Пиздец, такие долгие сражения, блядь, с боссом. Ёбаный пиздец. Что ж, теперь на джойстике попробуем, хули. В смысле, на мышке с кловой. В пизду. Все-таки, блядь, джойстик в шутере, это, блядь, я не знаю. Одно из самых отвратительных вещей, которые вообще может быть в мире. Ну, давай. Все по новой. Я думаю, что в этот раз он сдохнет намного быстрее. Причем вначале у него рука, рука вторая-то не красная, заметила, обычная. Ты можешь бежать. Он после третьей загорается, или после второй? Я думал, что он наверх прыгает. А он, видимо, куда попадет, туда и собирался. Это босс еще на средней сложности, он такой ебанутый. Что ж там, блядь, на харде. Да, очень красавчик. Он поджег сразу две. Неплохо, да? Живучий ублюдок. Теперь у него еще и рука. Он вообще мне напоминает Вескера из пятой части, вот с этой рукой уже. И обычных уродов из шестой, у которых рука вырастала. Дальность захвата, я смотрю, у него вообще не ограничена. Ограничена только совестью разработчика, блядь. Которого у него нет. Что-то я, походу, поспешил топ самых сложных боссов-то делать, блядь. А еще мне нравится, что здесь водопровод, блядь, в каждом столбе. Ну заебанец ты, блядь, с порванной жопой. Ждем, когда припиздюхает Нил. Дымовой порошок. Ну он-то мне вот нахера вообще не нужен. Я не знаю, чем привлечь его внимание, если не выстрелами. И сиськи же ему показывают. Ну. Время загореться, чувачок. Он зашел в огонь. Так, вот он горит. Магнум. Сейчас он, сейчас он достанет. Да. Ни конца, блядь, ни края этой хуйни не видно. Вообще он не загорелся. Съебал с дороги, ублюдок. Да пошел ты нахуй, дружище. Пиздуй в огонь, блядь. Да, блядь, какой-то меткий хуй. Молодец. Просто молодец. Ну. Ну давай ты, блядь, уже сюда иди, ёб твою мать. Затупок, ёбаный. Сейчас потухнет и пизда на мне. Затупок, блядь, охуенно. Он, видимо, босс не такой тупой, как я о нем думал. Последний шанс. Пусть с ним патронами, я вижу, что они там лежат. Да, да, да. Туда висно. Здесь надо все делать быстро, блядь. И это делать невозможно, потому что она долго заряжает, долго лечит, блядь. Да, да, да. Хоть обратно меня покинул туда же, блядь, где и должно было быть. Ну. Хуй. Он прыгнул не в огонь на этот раз, а моча ударила ему в то полушарие, которое предлагает прыгать наверх. Теперь его просто вообще не вижу. Этот гаджет превратил, превратил мой обычный пистолет в магнум, я так понимаю, блядь. Че, че это он горит, если там огня уже не было? Может, он сдохнет, когда все колонны разобьет с водой, и вода закончится? В мире. Когда высохнут реки, моря и, блядь. И озера. Заебись. Не-не-не, я всем доволен, этот босс мне нравится. Мне очень, блядь, нравится. В тупой игре тупые боссы, все же логично. Конечно. Хоть, блядь, полечиться успел, глядь, будем. Ой, он немножечко сдох, блядь. На тебе, пидрила. Надо, думаю, что глаза, блядь, ножом выковырить. Сука, мразь. Сука, кабан живучий, а. Так, где патроны? Задел на следующую главу сделать, стрелять-то нечем будет. Ну и ладно, нет, ни хера больше, пошлят сюда. Я уже думал, без нее уехал. А, не хуахуа, босс, да? У Dark Souls учились. Спорим, это он же. Верно, это наш остановок. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, давай глянем. Я уже слышу, что там что-то не очень хорошее. Либо там кто-то срет, либо это снова Нил. Получай ножом, получай. В почку, в почку ему суй. А второй рукой он чему-то не пользуется. Вторую руку он активно берег для интимной жизни. Так, ну теперь, походу, придется идти по лестнице, потому что лифт остался наверху. Нил снова сдох, еще секунд на 20. Наверное, блядь. Ты что, сомневаешься? Да как ты за ёпу, да, а? Нет! Нил, куда мы пошли? Напоминаю, что Мойра-то стрелять не может, нихуя. Какая драма. О, Мойра делает свой первый выстрел. Куда? О, секс. Я теперь понял, в чем было дело. Я не тем персонажем стрелял. Магнум, дробовик, автомат, в руках Клэр, все это, блядь, зубочистки. А вот, когда Мойра взяла Макарыч, это все, это была смерть. Я имею в виду, что я нужна. Я так понимаю, что, видимо, в этом эпизоде нету компании за Барри. Что-то долго как-то за Клэр. Пришлось играть. Фигурка Мутант Нил, отлично, присылайте. И пораженного тоже. Время игры. Полтора часа, охренеть. Настройки дебильных навыков. Вот они. Огневая мощь повысится, когда остается меньше 10% боезапаса. У меня постоянно меньше 10% боезапаса. Добивание монтировкой. Говно. Блядь, чё? Резкая атака. Заебись. Все равно забуду, что надо что-то удерживать, ну пусть будет. Выдерживание убийственных ударов. Охуеть. Охрен. Пойдёт. С самым сильным светом можно рассеять мир. Опять какая-то дебильная цитата, которая непонятно, что значит. А вот теперь, походу, мы за Барри. Ты знаешь эту тётеньку? Нет. Тётенька, отойдите в своём противогазе. А может это Мойра? Не похоже. Рожа кирпича просит прям. Аликс. Аликс. Что за Аликс? Аликс Веск. А, ну да, точно. Сестрюлька же. Не может быть同じ. Где Мойра? Что ты делаешь с этим? Ты... Ты... Ты убил её. Есть еще один, чтобы убить. Я убью тебя позже. 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 Я убью тебя позже.